5-го листопада означается «Сусветный день мужчин». Это свято не имеет официального статуса, но становится все больше популярным. Сейчас в Гомельской области проживает около 700 тысяч представителей моцной половы человечества. Наши корреспонденты довели, какие они – современные мужчины Гомельщины. Знайшли узорных представителей и высветлили, какие погрозы послабляют моцный пол. Глядите репортаж Настасии Кучинской в вечернем выпуске новинов на канале «Беларусь 4» 5-го листопада. 60-го года тому в Гомеле вышла в эфир первая телепередача. Для вытока в эпохе телебачения стоял Гомельский аматорский телевизийный центр. Город Гомель. Выдатных поспехов добились в своей работе радио-аматоры гомельских радио-клуба «Досав». Напевно, миновита эта подея и натхнила гомельских радио-аматоров на створение властного передающего центра. 6-го листопада 1956 года и не сдолили выдаць у эфир мастацкий фильм «Максим Перапяліца». Первое вещание отбылось из будинка палаца «Чегуночников», на дах у якого установили две антенны, примаючую и передающую. Сигнал можно было примать на длеглості недзі 10 километров, по сутності во усім тагочасным Гомеле. Правда, колькасть телевизора у городе у той час не перевышала и одного десятка. Про тое, як створалось телебачене, и людей, яке яго створали. Глядите сюжету на винах тыдня на канале «Беларусь 4» 6-го листопада. Не глядячи на тое, што Савецкий Союз распаусе яшчэ у 1991-м годзе, шмат які символы той эпохи можна убачыць і зараз. Правда, калі для старейшага пакаленні яны асоцііруюцца с тагочасным життём, то молаць часам не ведая навад их назвы. Па вулицах Гомеля Савецкага Пирыяду прайшоў Олег Синцюроў. Репортаж выйдзі ў эфіру дзень 99-е годавіны Кастрычніцкай революціі. 7 листопада ў выпуску новінаў на каналі «Беларусь 4».